Они с Ирмой ходят парой. Ради любимицы Владимир Александрович даже ушел из дома в одной рубашке. Сестра поставила циничный ультиматум. Либо квартира, либо собака. Родня никак не могла ужиться с псом. Говорят, она писается. Домой пришел, не пускают и ключи не дают. Оля говорит, Катя не даст ключи и я не дам ключи. На улицу в 30-ти градусный мороз пенсионеры и собаку родственники выгнали неделю назад. Причем без денег, документов, телефона и в прямом смысле налегке. Теплую одежду мужчине не отдали. Поскитавшись по подъездам, товарищи по несчастью пришли в собачий приют. Адрес Владимир Александрович вычитал в газете, которую он укрывался. К тому времени пенсионер едва держался на ногах от голода и холода. Он очень был легко одет. Единственное, больше всего тронуло то, что он за собаку очень сильно переживал. Он сам голодал, а собаке покупал корм. Зоозащитники, в отличие от родственников, отнеслись к Владимиру по-человечески. Накормили, приодели, а затем отвезли в полицию. Но из участка Владимир Александрович вернулся с носом, отмороженным. Достучаться до безжалостной родни правоохранителям удалось только сегодня. Навстречу приехала его сестра и тут же набросилась на журналистов. – Иди отсюда! – Иди отсюда! – С боем и участковым к вечеру Владимир Александрович в свою двушку все же прорвался. А там, как оказалось, кроме него и Ирмы, живут еще пятеро человек. Еще одну квартиру недружная семья сдает. Чтобы домочадцы вновь не выставили пенсионера на улицу, зоозащитники собираются нести около дома вахту. Тем более, что и на псородичи возвели напрасленную. Все это время, что Ирма провела в приюте, она справляла нужду в отведенных местах. Дарья Дементьева, Владимир Середа, Новости 41-го канала.